Дорогие наши зрители! В эфире выпуск программы. День. Люди. События. 11 августа. 11 августа 1959 года советский лайнер Ту-104, вылетевший из Ленинграда, приземлился на Шереметьевском аэродроме, где службами аэропорта был впервые выполнен комплекс коммерческого и технического обслуживания. Эта дата считается днем рождения аэропорта Шереметьево. 1 июня 1960 года был совершен первый международный рейс в Шереметьево по маршруту Москва – Шенефельд. В октябре 1967 года экипаж самолет Ил-62 выполнил первый рейс в Париж, а в ноябре 1967 года состоялся первый рейс в Нью-Йорк. 6 мая 1980 года, в преддверии 22-летних Олимпийских игр, был открыт второй международный терминал – Шереметьево-2. 18 июля 1980 года в аэропорту было обслужено свыше 8 тысяч зарубежных гостей столицы Олимпиады. За время проведения Олимпийских игр аэропорт обслужил более 460 тысяч иностранных пассажиров. В 1996 году аэропорт был преобразован в открытое акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево. В августе 2002 года он получил сертификат на право эксплуатации аэродрома по 3-категории ИКА и стал первым всепогодным аэропортом в России. Сегодня Международный аэропорт Шереметьево – крупнейший российский аэропорт по обслуживанию регулярных международных рейсов, его маршрутная сеть составляет более 200 направлений. Почти 150 авиакомпаний выполняют полеты из аэропорта Шереметьево в более чем 100 стран мира. Также это и крупнейший по площади аэровокзальный комплекс страны, 5 пассажирских терминалов, терминалы А, С, Д, Е, Ф, общей площадью свыше 480 тысяч кв. метров и пропускной способностью более 40 миллионов пассажиров в год, а также грузовые терминалы Москва-Карго и Шереметьево-Карго. С июня 2019 года аэропорт Шереметьево носит имя Александра Пушкина, это решение было принято годом ранее в рамках конкурса «Великие имена России». Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.